Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как задержать вытягивание или другими словами перерастание рассады сладкого перца и баклажан. У нас в этом году сложилась такая ситуация, что рассаду уже пора бы высаживать в открытый грунт, но погодные условия этого сделать не позволяют. Если высадим перец и баклажаны в холодную почву, то скорее всего корневая система этих теплолюбивых растений не выдержит и перестанет работать. Поэтому если на улице еще холодно и нет возможности высадить рассаду в почву, то лучше подержать ее на стеллаже в рассаднике. Но и здесь не все так гладко. Передерживание растений с ограниченным объемом почвы без высадки приводит к тому, что растения начинают испытывать голод и нехватку отдельных элементов питания, что в свою очередь проявляется на внешнем виде растения. Листья начинают желтеть. Сначала нижние, затем средний ярус и так далее. В случае острой нехватки азота или магния наблюдалось даже опадение пожелтевших листьев. То есть если мы передерживаем рассаду в рассадных стаканах без высадки, то нужно восполнять подкормкой те элементы питания, которые растения выносят для своего развития. Листья, стебель, корень, это ведь все нарастает, значит нужно подкармливать. Чем лучше всего сейчас подкормить эти перцы и баклажаны? Можно подкормить органическим удобрением в виде курника. Курник это гранулированный куриный помет, полное органическое удобрение, в составе которого есть все необходимые для нормального развития растения элементы. Подкормку проводим из расчета 2 третьих пол-литровой банки концентрированного, перебродившего курника, разводим в 10 литрах воды и проливаем под корень. Можно также провести подкормку 20 граммами универсального минерального удобрения с формулой 20-20-20 и сюда же добавить 10 грамм аммиачной селитры. Азот на этой стадии развития растениям сейчас крайне необходим. Уже вяжутся завязи и если перец перейдет в генеративное развитие, то куст получится недоразвитым и неспособным вырастить большой урожай. Но подкормки не будут иметь особого успеха, если растениям уже некуда будет развиваться. Речь идет о корневой системе, которая ограничена размерами и объемом рассадного стакана. Поэтому, друзья, прежде чем проводить подкормку в стаканах рассаде перца и баклажан, нужно дать пространство для развития корня. Для этого мы проводим пересадку растения из стакана, в котором они сейчас растут, в стаканы объемом побольше. Пересаживать будем стаканы объемом 600-700 мл. Это позволит без особого ущерба продержать растения в рассаднике еще порядка 10 дней. После того, как провели пересадку, можно применить еще один агроприем, который поможет сдержать вытягивание растений и поспособствует их закалке. Снимаем растения со стеллажа, на котором температура повыше, и расставляем их на земле, где температура пониже. Предприняв такие несложные действия, мы сможем с честью выйти из непростой ситуации, когда рассада уже перерастает, а мы не можем ее пока высадить в грунт. На этом, друзья, я свое видео закончу. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.